Итак, вчера мы дали определение нашей садии, конечной цели, конечной цели нашей духовной практики. Мы дали определение нашей садии, конечной цели нашей духовной практики. И мы говорили с вами о том, что каждый из процессов, описанных в ведических писаниях, карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога в том числе, имеет свою собственную садию. И свою собственную садану. И в соответствии с человек-бхактино-такуром, в конечном итоге, та духовная практика, которая не имеет последующей садии и последующей саданы, в конечном итоге является абсолютной конечной садией и конечной саданой. Проблема с садьей и саданой, которая есть в рамках процесса кармы и процесса гьяны, а также в процессах аштанги, заключается в том, что все эти пути в конечном итоге не доводят живое существо до конечного пункта совершенства. И также проблема заключается в том, что живое существо не восстанавливает своего изначального положения. Поэтому в каком-то смысле эти процессы являются временными. И мы читали из этой главы Джайва-дарма-бхактино-такура, объяснение, в котором он объясняет, что в конце концов, когда все эти звенья в этой веренице садан и садзи заканчиваются, мы приходим к бхакти, который является конечной целью жизни живого существа. Описание еще описывает ее как «пурушарта-широмани», что означает «драгоценный камень среди всех пуруша-арт» или «среди всех возможных достижений». И сегодня мы дадим с вами определение тому, что такое садана. Начнем с общего определения этого термина. Есть такой словарь Монерн-Вильямс, который говорит, что садана переводится как «ведущая прямо к цели, практика, осуществление, поклонение, почитание, духовное деление, утверждение истины, подвижничество и средства для достижения чего-либо». Это вот общее определение того, что такое садана. И также мы будем с вами читать и разбирать сегодня определения саданы, которые даются в грандхах или в книгах наших предыдущих ачарьев. И начнем, конечно, с основателя нашего движения, с определений, которые дает Чила Прабхупада в своих письмах и в своих лекциях, также в своих книгах. Общее определение, которое дает Чила Прабхупада в одной лекции от 1973 года, он говорит «садана означает деятельность, с помощью которой мы достигаем конечной цели жизни». То есть очень простое определение. Другое определение, которое дается Чила Прабхупада, это определение нам не очень нравится, возможно. Он говорит, что садана означает дисциплина. В Кали-югу люди абсолютно недисциплинированы, особенно когда дело касается пунктуальности. Это особенное качество, которое преданным вообще не свойственно. Пунктуальность. Скорее всего, ответ заключается в том, что преданные трансцендентные, поэтому они трансцендентны к времени и пространству. Но в действительности даже эта черта, как пунктуальность, чистота, есть такое понятие, как «этик воркс», что означает «этика труда». Все эти вещи в конечном итоге относятся к дисциплине, а дисциплина является чертой гуна благости. И Прабхупада говорит, что садана означает дисциплина. И в английском языке есть эта игра слов. Прабхупада даже говорит об этом в нескольких своих лекциях. Он говорит «disciple means discipline», что означает «ученик», означает «дисциплина». И даже в санскритском языке слово «шище», что означает «ученик», происходит от «шаждату». «Шаждату» тоже самое означает «дисциплина». И Прабхупада говорил, если вы не готовы принимать дисциплину, не становитесь учеником, потому что это дарма ученика быть дисциплинированным. И Прабхупада объясняет на одной утренней прогулке в 1975 году в Мельбурне. Он говорит «садана» означает «принятие дисциплины». Те, кто не принимает дисциплину садана, серьезно не осознают, насколько они рискуют. Рискуют вновь воплотиться в чреве матери и пройти через боль рождения и смерти. Почему не понимают? Потому что не получили должного образования. Не получили должного образования. Дорогие предны, те, у кого зазвонит мобильный телефон, что делают? Покупают набор книг. Щилы Прабхупада. Так что готовьтесь. Либо выключайте свой телефон. И есть также очень... Это более длинная цитата из второй главы Нектара Предности. Мы тоже оттолкнемся от нее в нашем сегодняшнем обсуждении. На мой взгляд, это очень одно из самых глубоких и сконцентрированных объяснений, которые дает Чилы Прабхупада относительно этого вопроса, того, что означает практика саданы. И Прабхупада пишет. Вторая глава Нектара Предности. Слово «практика» подразумевает, что чувства человека заняты той или иной деятельностью. Следовательно, регулируемая практика преданного служения — это использование наших органов чувств в их служении Кришне. Каждое живое существо, околдованное материальной энергией, находится в противоестественном для него состоянии безумия. В Шимат-Бхагаватам говорится... Запомните вот эту аналогию с безумием, потому что мы еще будем возвращаться к этому примеру сегодня. В Шимат-Бхагаватам говорится об условленной душе в большинстве своем безумны, прамадах, так как постоянно заняты деятельностью, причиняющей им страдания и порабощающей их. Слово «ви-карма» означает поступки, которые не следует совершать. Поэтому мы должны практиковать садана-бхакти, что подразумевает участие в мангла-арате, воздержание от определенных видов материальной деятельности, выражение почтения духовному учителю, и следование многим другим правилам и ограничениям, которые будут последовательно обсуждаться в данной книге. Такая практика поможет живому существу излечиться от безумия. Подобно тому, как от психического заболевания можно избавиться, если следовать указаниям психиатра, так исследование садана-бхакти излечивает обусловленную душу от безумия, насланного на нее чарами майи, материальной энергии. Садану-бхакти упоминает Нара-дамуни в седьмой песне Шимаат-бхагаватам. В этом стихе он говорит царю Идиштири. «Дорогой царь, человек должен во что бы то ни стало сосредоточить свой ум на Кришне». Это называется сознанием Кришны. И долгочарьи, и духовного учителя, врача-целителя. Определить методы, с помощью которых его ученик сможет сосредоточить свой ум на Кришне. С этого начинается садана-бхакти. Методы, с помощью которых живое существо сможет сосредоточить свой ум на Кришне. Это очень важная деталь. Я надеюсь, мы ее не упустим по ходу нашего обсуждения. Еще вернемся к ней. Потому что наша садана... Хорошо, я скажу сразу. Наша садана-бхакти не является саданой-бхакти в той степени, в которой наш ум не вовлечен. Если мы практикуем садана-бхакти всего лишь внешними чувствами и превращаем это в какое-то автоматическое исследование, по определению это не является саданой. Несколько дней тому назад, готовясь к этому семинару, я прослушивал некоторые лекции духовных учителей, в том числе была лекция Шивани Ранджина с вами по садане для лидеров, в частности, там говорилось. И Мараш зачитывал интересное письмо, которое было адресовано Шивой Пропадой Атрея Риши, одному из своих первых учеников. И это знаменитое письмо, в котором говорится о том, что нельзя централизировать наше общество. Каждый храм должен, в принципе, финансово, по крайней мере, быть независимым от других центров. И Пропада, помимо этой мысли, он также в этом письме подчеркивает важность того, что и также с духовной точки зрения все эти храмы должны быть самодостаточными, и для этого лидеры, в первую очередь, должны быть очень сильны в своей садане. И в той степени, в которой они сильны в своей садане, в той степени их община, которой они руководят, будут естественным образом перенимать эти ценности у своих лидеров. И в конце этой... Мараш развил эту мысль, и в конце этой лекции один преданный задал вопрос. Ну вот, Мараш, смотрите, мы видели нескольких лидеров, которые железно следовали садане, много лет подряд. Они не пропускали Мангларати, они вычитывали свои круги, они ходили на лекции по Щамадбхагатам, они ходили на Гаурарати, они были очень сильными садаками. Почему же тогда они отошли от сознания Кришны? И Мараш объяснил. Потому что можно следовать садане внешне, а можно следовать садане, вовлекая свой ум, вымаливая с помощью садана, вымаливая милость Кришны. Это означает настроение садаки. Но мы чуть-чуть забегаем вперед, мы об этом будем говорить подробно завтра. Но, по крайней мере, я считаю, что это очень важная деталь, которую стоит сразу как бы озвучить, чтобы задать какой-то тон будущему обсуждению. И что означает внутренний, в том числе, практиковая садана? Это означает вовлекать свой ум. Потому что Шрила Прабхупада говорил, он давал определение предному. Он говорил, devotee means the mind. Преданное означает ум. Если наш ум не вовлечен, то есть мы совершаем свою практику неосознанно, не понимая, чем является цель, чего мы хотим добиться. Не вовлечено наше сердце. Не вовлечены все наши чаяния. А просто мы на автомате повторяем круги, строго в общественных местах. И мы читаем книги, объяснения картинок, которые есть в книгах Шрила Прабхупада. И вот в таком вот духе подходим к лекциям, или лекция — это возможность хорошенько отдохнуть. То тогда мы можем... Бахуджан Маквориадиш Шравына Киртан. Миллионы жизней подряд можем совершать подобного рода садану. И преданные потом говорят, я 20 лет повторяю мантру, никакого эффекта. Похоже, мантра не работает. Вопрос в том, как ты повторяешь мантру. Вопрос в том, как ты повторял мантру 20 лет подряд. Вовлекал ли ты свой ум в повторение мантры. И завтра, когда мы будем обсуждать с вами о трех видах садак, мы увидим, что есть садаки, которые делают это на ритуальном уровне, абсолютно не вовлекая свой ум и свое сознание, или свою осознанность в то, что они делают. И Прабхупада завершает это объяснение. Он говорит, что для достижения этой цели Шичи Тани Мапрабу дал нам авторитетную программу, стержнем которой является повторение мантры Хари Кришна. Повторение этой мантры обладает такой силой, что мгновенно пробуждает человек и привязанность к Кришне. С этого начинается садана Бхакти. Теперь мы дадим несколько определений саданы, которые дают наши духовные учителя. Есть одно потрясающее объяснение, которое дает человек Бхакти-Вигян Мааража, но меня очень зацепило в свое время. Он говорит, садана – это способ раздуть случайно залетевшую в наш ум слабенькую искорку духовного желания, превратив ее в испепеляющее пламя. Случайно как-то. Раз, залетело, и мы такой, ой. И вот задача садаки, ученика, заключается в том, чтобы эту искринку раздуть в пламя. Саданой в жизни является буквально все. Каждое действие, каждая мысль. Слово оказывается шагом, либо приближающим нас к Богу, либо отдаляющим от Него. Словно оказывается шагом, либо приближающим нас к Богу, либо отдаляющим нас от Него. То есть, все, что бы ни делал садака в своей духовной жизни, если он делает это осознанно, даже свой труд, даже его труд становится саданой. Даже его способность терпеть своих соседей тоже становится саданой. Потому что он видит, во имя чего он все это делает. Он связывает это все со своей конечной целью. Еще одно интересное определение садана дает Равиндра Сарупа Праба, один из учеников Шилу Прабхупады. Причем он дает это определение на основе одного письма Прабхупады, в котором он говорит, что садана это совершение своей духовной практики с намерением избавиться от оскорблений. Если мы не задаемся целью повторять Нира Парада Нам, вы помните, вчера мы говорили, нон прогреди есть регреди. Либо мы прогрессируем, либо мы регрессируем. Либо мы задаемся целью повторять чисто, либо если мы включаем автомат, мы, скорее всего, переходим на оскорбительное воспевание. Поэтому садака — это человек, который, как в Нектаре наставлении говорится, в упадышаемости говорится «адарат». Адарат означает «с большой осознанностью он воспевает свое Святоимя, с большим рвением, с большим желанием он совершает свою садану, с большим чаянием он совершает свою садану». И тогда, когда человек задается целью и ставит перед собой конкретную цель «Я не хочу оскорблять Святоимя, я не хочу оскорблять вайшнавов». Это правильное унастроение для совершения саданы, которое дает плоды. Теперь Бхакти Вишамба Мадав Мараш тоже дает очень красивое определение садане. Он цитирует какой-то стих на санскрите. Он говорит «сад дхана и ти садана». Садана, дхана, означает истинное богатство. Сад — истинное, вечное, духовное, и дханам означает богатство. То есть, другими словами, это процесс, с помощью которого мы культируем наше истинное богатство. Богатство, которое не прогрызут мыши в чулане, которое воры не украдут, которое страховые компании не заберут. Это богатство останется с нами навсегда. Богатство, которое остается садакой навсегда. И на том уровне саданы, на котором он закончил в этой жизни, с этого уровня он начинает в следующем рождении. У вас было это чувство, когда первые 3-4 года в сознании Кришны все шло как по маслу просто, а потом как головой в стену просто. Вот этот период означает, что до вот этих первых 3-4 года вы наверстывали все то, что вы совершали в прошлой жизни. Вы это вспоминали просто. 3-4 года вы вспоминали. А потом вы начинаете уже с того момента, на котором вы закончили в прошлых рождениях и, дорогой друг, трудись теперь. Поэтому нам иногда это кажется сложным. Есть вот этому определению относительно того, что саданат, наше истинное богатство, соответствует один стих из према-бхактичандрики «Наратамдастакура». В этом стихе это пятая песня, восьмой стих према-бхактичандрики. Он говорит, «Садане джедана чай, сидда деги тахапай, паква паква матрасей бичар». То, на что ты медитируешь во время своей духовной практики, станет тем, что ты достигнешь в своем духовном теле. То есть, то, за что боролись, на то напоролись получится. Поэтому, если нет очень ясного представления о том, что является нашей конечной садхией, наша садана будет очень расплывчатой, будет очень вяло текущей. Поэтому должна быть очень серьезная, глубокая самбанда гьяна, понимание нашего положения, понимание конечной цели, садхи или прайоджины, и с этой медитацией необходимо совершать свою садхуну. «Враджава сигана прачарака дхана пратишта бикшука тарана хисава». Это потрясающие слова Шлебак Циданте Сарасхати из его «Пракритошата душини», из этой поэмы, из ста стихов, направленной на разрушение философии Майавады. И он говорит, «Враджава сигана прачарака дхана». Говорит, «Враджава сигана, общество в Раджавасе, общение в Раджавасе, возможность получить прибежище в Раджавасе, прачарака дхана, является единственным богатством прачараков, единственным богатством проповедников, единственным богатством садаков». Враджава сигана прачарака дхана пратишта бикшука тарана хисава. Их не интересует пратишта. Их не волнует положение. Их не волнует... Знаете, какой самый частый вопрос мне задают здесь, на фестивале. Прабуджа, а сколько людей у тебя в зале? Харе Кришна. Харе Кришна. Вот как ни крути, мы все время переключаемся на материальный уровень. Сколько у тебя людей, сколько у тебя последователей, сколько у тебя учеников, сколько у тебя написанных книг, сколько у тебя лекций, выложенных на ютубе, бла-бла-бла-бла и так далее. Нет. Что тебя волнует, что меня волнует? Меня волнует Враджаваси Гана. Возможность получить прибежищу Враджаваси. Вот с такой медитацией мы должны практиковать свою садхину. С такой медитацией мы должны практиковать свою проповедь. С такой медитацией мы должны делать все, что мы делаем в своей духовной практике. И тогда по милости Кришны об этом мы послезавтра будем говорить. наша садхана принесет нам успех. Теперь в этом ключе есть несколько интересных также определений садханы, которые дают наши предыдущие ачарьи. В Джайва Дарми, в 19 главе, Бхактино Такур говорит, садхана Бхакти представляет собой метод обучения ума всегда думать о Кришне. Обучение своего ума, тренировки своего ума все время думать о Кришне. Пробовал кто-то из вас сознательно переключать мысли с канала гуны невежества и гуны страсти на канал гуны благости? Пробовал? Правда, это труд. Это определенный труд. Это труд, когда ум начинает о чем-то думать, вспоминать какую-то ливерную колбасу или там что-нибудь. Вот в этот момент вы должны осечься. В этот момент сразу вы нужно переключить. Или иногда у преданных есть такое хроническое, такое депрессивное состояние. Бу-бу-бу-бу-бу, все так плохо, меня обидели, со мной не поздоровались. И вот она обо мне думает вот это, и она еще пересказала это вот то, и она вообще обо мне не знает, что думает. И вот это привязанность к гуне невежества на самом деле. Привязанность к гуне невежества, к гуне страсти. Люди иногда живут вот просто в этой атмосфере. В этот момент надо переключать свой ум. Переключать просто свой ум. Повторять махамантру. Вспоминать различные имена Господа. Мы говорили об этом в прошлом году здесь на семинаре. Дьяна, Намадьяна. Просто вспоминайте какие-то имена Кришны. Вспоминайте шлоки и шастры. И это означает тренировать свой ум, думать о Кришне. Вспоминайте божеств, любимых божеств. Вспоминайте духовного учителя. Вспоминайте преданных, которые вас вдохновляют. Если мы не будем это делать на протяжении жизни, мы не сможем это сделать в момент смерти. Поэтому вот садана означает тренировать свой ум, думать о Кришне на протяжении жизни. Не нужно думать, что в момент смерти каким-то образом это как-то чудесное преображение произойдет. И случайно как-то это мистическим образом произойдет. Нет. Бхактино Такур дает еще одно интересное определение. Он говорит, садана-бхакти – это название особенного состояния сознания дживы, стремящейся к чистой духовной любви и совершающей для этого определенные действия с помощью своих материальных чувств и ума. Чуть-чуть позже я объясню эту цитату. А теперь моя самая любимая цитата. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Это слова Шилы Бхактсиданта Сарасвати из его комментариев к читанию Бхагавати. Адиканда 16.43. Слушайте внимательно. Потрясающее объяснение. Слово садана означает метод достижения цели, самообольщение, искренняя мольба, смиренная просьба или лесть. Мы льстим Кришну. Когда уже смиренная просьба не работает, начинаем с ней. Кришну, ты такой красивый. И твой Вриндаван очаровывает мое сердце. Есть даже молитва. Шиварам Мараш приводит ее в предисловие к одной из своих книг из этого цикла Кришна во Вриндаване. Она обращается к Господу читания. Дорогой Господь читания. Вспоминаешь ли ты когда-то обо мне хотя бы случайно? Это одна из молитв, которые возносит тот из близких спутников Господа читания. Но, тем не менее, мы должны понимать, что если мы трудимся для миссии Гуру и Гауранги, Господь читания вспоминает о нас отнюдь даже не случайно. Потому что он вспоминает обо всех преданных, которых он уполномачивает, проповедует. Поэтому, если мы заняты в этой миссии, Господь читания однозначно нас вспоминает. И поэтому эта лесть срабатывает в этом случае. Да. Метод достижения цели, самообольщение, искренняя мольба, смиренная просьба или лесть. У Шива Прабхапада был один из духовных братьев Бхакти Прамот Пурима Раджи. Это старший Пурима Раджи. Я вчера упоминал его книгу «Искусство Садыны». И в одной своей статье он также дает определение Садыни. Он говорит, он просто объясняет, что означает заниматься Садыной. Он говорит, «Всегда молитесь о милости Кришны, милости Гуру и о милости Вайшнавов. Помните, прогресс в преданном служении зависит от нашего прогресса в смирении. В этом искусство Садыны». Если наша Садына не делает нас смиреннее, а делает нас, наоборот, более тщеславным, более надменным, это говорит о том, что есть какой-то сбой в нашей Садыне. Говорит о том, что что-то неправильное совершается в нашей Садыне. Поэтому предполагается, что по мере того, как мы углубляем свою Садыну, как ни разу Мораж рассказывал, и что преданный 10-15 лет тужится в своей Садыне, напрягается, потеет. И он все еще полагается на свои собственные силы. И потом, через 15 лет, через 20 лет, а то и через 15 жизней, у кого как, он, в конце концов, понимает, что своими одними усилиями я, скорее всего, не добьюсь успеха. И вот тогда мы начинаем взывать Господу Чайтани о милости. Мы начинаем взывать к духовному учителю о милости. Потому что мы где-то начинаем подозревать, что, скорее всего, одной моей Садыны мне не хватит. Мне нужна крипа. И об этом мы будем говорить на днях. Есть также потрясающее в этом... Эта цитата немножечко такая, что называется, out of picture. Но, тем не менее, она очень красивая. Это слова матери Терезы. В этих словах содержится очень глубокая истина. Особенно это важно для проповедников. Послушайте внимательно. Она говорит, если мы не будем брать силы из источника, мы, во-первых, устанем. А, во-вторых, станем давать людям самих себя. А в вас, дорогие, никто не нуждается. Люди нуждаются в любви Бога, а не в вас. Поэтому проповедник, если он не соблюдает Садыну, если он не практикует серьезно в своем шравном, киртном, вишнок, смарном, что он начинает рассказывать? Про армию он начинает рассказывать. Про соседей начинает. Про фильмы начинает рассказывать. О политической ситуации начинает разговаривать. О преданных начинает рассказывать. О том, как все должно быть висконе, начинает разговаривать. О психологии начинает рассказывать. Он забывает шастру, потому что он ее не изучает. И тогда его проповедь переходит с духовной на ментальную. С духовной на ментальную. И он начинает отдавать самого себя. Другими словами, он начинает излучать свои гуны материальные периоды. И она здесь говорит, но в этом никто не нуждается. Люди нуждаются в любви Бога. И либо вы становитесь инструментом в руках Бога, и через вас пропускается эта духовная энергия, либо вы начинаете пропускать самих себя. Я считаю, что это очень сильная цитата для преданных. Если вы задумаетесь о ее смысле, вы найдете для себя еще очень много ценного. И теперь, кто из вас знает классическое определение того, что такое саддана? Кто проходил из вас в бакта-прога? Поднимите руку. Не так много, в принципе, преданных. Но тогда я по адресу пришел. Есть определение саддана, которое дает Чиларупа Госфами в бакте-радсвамито-синду. Может быть, кто-то по первым словам этой шлоки крити саддя. Кто-то знает, о чем идет речь? Бава-са-саддана-беда. Да, вся эта саддана, это беда сплошная. Я шучу. Крити саддя бавец саддя бава-са-саддана-беда. Нитя сидася бава-са прокатям хриди саддя-та. Бакти-рассамрита-синду 1.2.2. Саддана-бакти, или регулярное выполнение преданного служения, является практикой, совершаемая чувствами, с помощью которой достигается бава. Бава. Трансцендентное любовное служение Кришне. Бава вечно существует в сердце живого существа. Баву не надо откуда-то перенимать. Она уже у нас есть. Просто практика саддана-бакти выявляет эту баву наружу. Убирает все эти покрытия, которые покрывают эту баву в нашем сердце. И выявляет ее наружу. Вот, собственно говоря, это один из переводов слова «эдучере», от которого происходит английское слово «education». От латинского «эдучере». «эдучере» означает выявлять наружу самые лучшие добродетельные качества. То же самое происходит с помощью образования. Через образование мы выявляем наружу все добродетельные качества. Теперь наши ачарьи дают еще одно очень важное объяснение к этому стиху. Крити саддья бавит саддья бава са саддана бхидан. Что саддана-бакти означает практика, которая совершается чувствами, с целью достичь бавы. То есть, другими словами, кто из вас знает, что такое бава? Да, я понимаю, что я сам только что сказал, но я имею в виду, какие описания бавы вы знаете из Писаний? Ну, бава там, что-то такое, Сахаджи ею занимается. И у нас... Да, хотите сказать, правда? Да, да. 24 часа заниматься чем? Преданным служением. Технически это верное описание. Не-не-не, не путайте. Джада Барата достиг уровня бавы, несомненно. Но в чем проявлялось это? Вот человек, который... Экстаз. Вот в этом наша ошибка. В этом наша ошибка преданных поголовна. Мы когда-то нам в голову забили эту идею страх перед Сахаджи. В первый же день, как только мы пришли, нас затоптали просто эту Сахаджию внутри нас. Мы услышали... Да, преданные не плачут. Преданные... У них волосы не встают на киртанах. Руки не дрожат. Никаких эмоций. Прабху, потому что все это Сахаджия. И нам при этом еще говорят, према-бхакти, бава, это все недостижимо, это все не для нас, поэтому забудьте об этом. Садана-бхакти. Практикуйте садана-бхакти. Железную садану практикуйте. И поэтому, когда мы слышим эти шлоки, в которых Рупа Госвами говорит, садана практикуется с намерением обрести стадию бавы. Нам кажется, что бава – это что-то труднодостижимое, это когда-то будет, это ни в коем случае не для нас на нашем уровне. Но на самом деле есть очень прагматичное описание качеств бавы. Тоже, которое дается Шилайру Пай Госвами. Он говорит, что если вы не практикуете садану с желанием культивировать себе эти девять очень практичных качеств, которые на нашем уровне практичны, то ваша садана является садана-бхасой. И это очень красивый стих. Он приводится в читании садану. Я не скажу вам сейчас точно, где не было времени это найти. Но во второй песне Бхагатам Прабхупады его цитируют, читаем Чиритамрити Прабхупады его цитируют, «Кшанти равярта калатвам вирактер мана шунита». Знаешь, это стих. «Кшанти равярта калатвам вирактер мана шунита». «Аша банда самутканта намаганы сада ручи». «Асакти стат гунакхене притис тат васати стане». Смотрите, «Кшантир» – умение прощать. Это что-то заоблачное? Или мы можем сейчас практиковать «Кшантир» – умение прощать? Можем, правда? «Авярта калатвам» – нельзя терять ни минуты, буквально переводится это качество. Можем мы учиться сейчас не терять время зря? Можем, правда? Можем. То есть не проблема на нашем уровне. «Вайды садны бахти» – ставить перед собой цель вести учет своего времени. Кто из вас ведет учет таблицы садны, например? Я тоже много раз чуть-чуть вел. Похоже, любые таблицы во мне вызывают оскомины, поэтому я пошел по другому пути. У меня есть своя система учета времени. У каждой из вас должна быть своя система учета времени, лишь бы учитывать время. «Вирактия» – непривязанность. Можем мы культивировать непривязанность сейчас? Можем. Сложно, несомненно, все сложно. В духовной жизни, правопада говорит, легкая жизнь и достижение духовного совершенства – вещи несовместимы, поэтому нужна какая-то тапасия. Но, в принципе, мы учимся. Мы начинаем с грубых вещей, с четырех регулирующих принципов. Мы потихонечку начинаем разбираться в том, что такое юкта-вайрагия. Нельзя быть слишком отрешенным, но в то же время нельзя быть слишком привязанным. Мы учимся этому. «Нама ганы сада ручи» – вкус к тому, чтобы все время воспевать ситуацию. Не, 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 я пропустил два качества очень важных. «Вирактия» означает непривязанность. «Мана шуни» – это означает отсутствие ложного престижа. Смирение, другими словами. Мы можем это культивировать. Мы должны это культивировать сейчас. То есть вот садана для этого нам дается, чтобы культивировать конкретные качества, смирение. Затем «Аша-банда». «Аша-банда» означает надежда. Великая надежда – hope against hope. Надежда в безнадежности, что все-таки я когда-нибудь достигну духовного совершенства. Неважно, в этой жизни, через жизнь, через две жизни. Но я все-таки стремлюсь, и я надеюсь на милость Кришны. Это означает надежда. «Аша-банда». «Самут-канта». «Самут-канта». Слово «канта» означает, вот ключица означает «канты». От этого происходит «кант-химала». Вредные иногда говорят «кунт-химала». Неправильно. «Кант-химала». «Кант-хи» означает «ключица». То есть «мало» или «ожерелье», которое касается наших двух ключиц. И «самут-канта» означает, вот знаете, когда, например, кто-то из ачарьев приводит этот пример, что должен вернуться ваш возлюбленный или ваша возлюбленная. И вы стоите на крылечке и вытягиваете шеи и смотрите. Вот это вот «ут-канта» означает «вы ожидаете». Вы находитесь в ожидании милости Господа Кришны. Вот в этом настроении необходимо практиковать садыну. «Кришна, я стараюсь. Я делаю все, что я могу. Все 100% и даже 108% я делаю то, что я могу. И я жду твоей милости. Я жду, когда придет твоя милость». Вот тоже в книге «Щилышевара» Мараджа, в «Шудо-бахте-чинтамане» есть момент, когда в последней буквально главе этой книги, где есть эта история о Чутананде, об одном преданном, на примере которого Мараджа писал, как преданный в нашем движении висклон может пройти через все эти стадии достижения духовного совершенства, как он начинает с вайды садыны бахти, доходит до уровня рагануга бахти. И в определенный момент, когда он прошел процесс анардхани иврити, он приходит к своему духовному учителю и говорит, «Гурмаарадж, я хочу понять, как я должен практиковать сейчас свою садыну в соответствии со своей врожденной сварупой». Потому что после анардхани иврити туда, на уровне асакти, эта сварупа начинает потихонечку проявляться и преданно начинает ее чувствовать изнутри. И он приходит к духовному учителю и говорит, «Расскажите мне, пожалуйста, об этом». И духовный учитель тогда объясняет, он говорит, что «Я, к сожалению, мне пока еще Господь это не открыл, но когда Он мне это откроет, я тебе скажу». И потом проходит несколько лет, и буквально за пару недель до своего ухода духовный учитель сообщает своему ученику, его сварупу. И вот это вот самутканта означает, что я не форсирую духовный мир, я не взламываю духовный мир, я практикую свою садыну в надежде, что Кришна мне откроет эту истину в то время, когда это будет положено. Это означает смиренно ожидать этого. И затем намагани садаручи означает «вкус к воспеванию святого имени». Это достижимо на нашем уровне садыны? Достижимо, достижимо. У нас у всех есть вкус воспевать святого имени, просто у нас это нестабильный вкус. Но у нас есть этот вкус. И с помощью садыны мы должны превращать этот нестабильный вкус в стабильный вкус. Поэтому мы видим, совершенно конкретные цели ставятся перед нашей садыной. И асактистат гунакхены означает привязанность к тому, чтобы все время прославлять трансцендентные качества Господа Кришны. Мы должны этому учиться. Учиться прославлять Кришну, учиться прославлять качество Кришны, учиться прославлять спутников Господа Кришны, обитель Господа Кришны. Не думайте, что-то само собой как-то придет. Мы должны прилагать усилия в этом. В этом смысл садыны. И девятый аспект. Бхава-бхакти, притистат-васатистали, означает привязанность к тому, чтобы жить в святых местах. И в том числе святыми местами считается наша храма. Привязанность к тому, чтобы жить в храме. Как Рупа Госвами описывает Бхакти Расамрита Синдон, говорит, что один из аспектов сакхи, дружбы с Господом Кришной, проявляется в том, что преданный любит спать в алтарной комнате. Это признак дружбы с Кришной. Итак, садына, которая культивируется без мотивации или без намерения обрести вышеописанные качества, она известна как садына аббаса. На нашем уровне у нас все аббаса. Мы бакта аббасы. Аббас означает тень или подобие, подделка. Мы бакта аббасы, почему? Потому что у нас шрада аббаса, наша вера такая туманная пока что. Из-за того, что у нас вера туманная, мы считаемся технически, считаемся бакта аббасами, практикуем садына аббас. Даже наша инициация считается дикша аббасой. Даже наши эмоции в сознании Кришны называются бхава аббасой. Много у нас аббасы во всем. Но, тем не менее, если мы прилагаем усилия, то потихонечку, потихонечку весь этот туман аббасы улетучивается, уходит. И мы начинаем все яснее и яснее понимать цель нашей духовной практики и понимать, в каком настроении необходимо практиковать свою садыну. И вот, если обобщить все вышеописанные определения в одной формуле, то мы получим очень простое объяснение, что садына является средством от амнезии. Это как средство... Помните, я обратил ваше внимание на то, что Прабхупада говорил, что с помощью садына мы избавляемся от чего? От безумия. От безумия. Вот безумие или амнезия. Одно и то же. Амнезия наступает в результате такого несчастного случая. Удар головой, или там люди иногда простуживаются. Я не врач. Я уверен, что врачи смогут лучше это описать. Но, как правило, это следствие какого-то несчастного случая. И вот среди признаков есть очень интересные признаки амнезии. Слушайте, вот, например, приступы страха. Неустойчивость, походки, нарушение зрения, наблюдается сонливость, спутанность сознания с потерей ориентации во времени и пространстве. Также неспособность узнавать окружающих. Так вот, это как раз один в один описание положения живого существа в материальном мире. Спутанность сознания с потерей ориентации во времени. Как тут еще говорится? Сонливость. Неустойчивость походки. Шатает все время. Приступы страха. Баем дитя не вешитах. Сяди шада питаси випарио смяти. Одна из характеристик материального существования. И для того, чтобы помочь больному амнезии излечиться и пробудить его память. Пациента помещают привычную для него в прошлом обстановку. В старую, например, квартиру. Его водят по местам, где он работал. Может быть, водят даже в школу, где он учился. Его приводят все время на квартиру к его родственникам или в дом к своим бабушкам, прабабушкам и так далее. Чтобы он вспоминал. Чтобы он соприкасался с теми местами, в которых он когда-то жил. И его также побуждают заниматься той деятельностью, которая раньше для него была привычной. Вот разве не в этом суть саддана-бхакти? В этом суть саддана-бхакти. Нас водят по тем местам, где мы когда-то обитали. Приндаван, Майяпур, Шикшетра-дхан, фестивали. Мы когда-то обитали во всех этих местах. Нас побуждают заниматься той деятельностью, которая раньше для нас была привычной. Служить преданным, служить Кришне. Это было привычно для нас. Потом просто случился какой-то удар головой, и мы об этом забыли. Есть даже такой процесс, он называется аномнезис. Аномнезис означает разворот памяти. Изначально этот термин был упомянут в философских турдах Платона. Послушайте, что он писал. Это потрясающее объяснение на самом деле. Он говорит, истинное знание – это лишь воспоминание, память о том, что душа созерцала до соединения со своим физическим телом, до рождения в материальном мире. Федони Платон утверждал, что для того, чтобы восстановить память своих прежних знаний, человек должен вынашивать духовные плоды. Вынашивать духовные плоды. С помощью аскетизма, с помощью изучения Писаний, с помощью отказа от чувственных удовольствий потихонечку мы вынашиваем духовные плоды и возвращаем память прежних знаний. И вот подобным же образом, с помощью философии, с помощью знания, с помощью садыны, мы возвращаем свою некогда утерянную память. И в читань-чиритамте говорится «Кришна бахирмука доши майя хайта бая». Противясь сознанию Кришны, душа становится обусловленной, и майя начинает днушать ей страх. Однако с помощью садыны, процесса духовного анамнезиса, мы избавляемся от влияния лизорной энергии. Кришна нмукка бахтихая майя муктахая. Когда живое существо служит зверой Верховному Господу, ее прежняя память восстанавливается. Поэтому нет ничего непривычного для души в повторении имен Бога. Нет ничего непривычного для живого существа в том, чтобы прилагать усилия и учиться Шаранагати, учиться самопреданию себя Верховному Господу. Теперь один очень важный момент. Он заключается в том, что вот как при лечении ретроградной амнезии воспоминания возвращаются в хронологическом порядке, начиная с самых старых. Точно так же, какую самую первую вещь мы должны вспомнить для того, чтобы создать правильный фундамент практики нашей садыны-бхакти? Мы душа, верно. Мы душа. Мы душа. Это самая первая вещь, которую мы должны вспомнить. И на этой платформе дальше мы должны практиковать свою садыну. И опять же, если в нашей садыне мы преследуем другую мотивацию, помимо вот качеств бхакти, которые только что мы перечислили, качеств бхавы, помимо желания обретения милости Гуру и Кришны, помимо стремления служить Господу Чайтадне, служить Радой Кришне, Господу Джаганадхе, если у нас, например, появляется желание кармы, стремление к освобождению, или желание освободиться, или даже желание обрести имидж святой личности, то тогда наша духовная садына не является технически садыной, она является аббасой, или в лучшем случае является пуни, благочестивой деятельностью. И вот примером тому служит история из Чайтани-Чиритамиртия, в которой Господь Чайтания встречается с Вайшнавами Татвавади в Южной Индии, во время своего путешествия по Южной Индии. В этой истории Господь Чайтания очень ясно расставляет точки над Южной Индии относительно того, что является четкой, ясной садыной, ясной целью, садгей, и что таковой не является, потому что мы как преданы, я вчера об этом упоминал, нас все время тянет куда-то в благочестие, куда-то в мистику, в эзотерику какую-то. Нас хлебом не корми, дай только этими вещами побаловаться. Но это на самом деле опасно для Бхакти. Сегодня я начала не разно лекции, сказал, что кто такой садака? Садака — это тот, кто каждый день хотя бы чуть-чуть слышит и слушает о славе чистого Бхакти из уст Вайшнавов. То есть каждый день он слушает о славе чистого Бхакти, потому что если мы не слушаем о славе чистого Бхакти и все время увлекаемся какими-то благочестивыми, эзотерическими вещами, в конце концов, эта искорка, которая случайно залетела, по милости Кришны, она может погаснуть вообще. Поэтому Господь Читания был достаточно категоричным. Он не церемонился, когда дело касается ясного, точного определения того, что такое сады и что такое садына. И давайте послушаем эту историю. Кришнадарская вираж Госвами описывает Читания Чиритамистей, он говорит, «Посетив Матси-Тирфу, Читания Маапрабу отправился в Удупи, в город Мадавачарь, где жили философы Татвавады. В монастыре в Удупи Читания Маапрабу увидел прекрасное божество, которое носит имя Нартака Гопалу, танцующий Гопалу». Или это божество известно так же, как божество Удупи Кришны. Мадавачарья получил это Мурти Кришны из глыбы Гобы Чанданы, которые везли на корабле. Последователи Мадавачарья Татвавады поклоняются этому божеству и по сей день. Знаете, вот в Удупи Кришна рассказывает, я не был там, но предные рассказывали. Чтобы получить даршин этого божества в Удупи Кришну надо посмотреть через девять отверстий. Это что? Кто был из вас? Правда? Девять отверстий. Что символизирует девять процессов Бхакти. То есть Мадавачарья очень ясно, в принципе, расстал. Через садхину вы сможете созерцать Удупи Кришну. Я рассказывал вчера об этом, когда предные ходили в храм Джаганадхи с Бхактисидантой Сарасвати. Нет? А ты в другом месте рассказывал. Однажды Бхактисиданта Сарасвати пришел в храм Джаганадхи вместе со своими учениками. После даршина Господа Джаганадхи Бхактисиданта спросил у учеников, ну что, вы видели Господа Джаганадху? Да, Гуру Майораджа, он такой красивый, у него круглые глаза, такой улыбающийся рот. И Бхактисиданта сразу сказал, не видели вы Господа Джаганадху, потому что я вам не рассказывал Харикатху о Господе Джаганадхе в храме. Вы могли бы его увидеть, если бы вы услышали вначале от меня о его славе. Шутекшита означает видеть Господа через, видеть Господа своими ушами. На нашем уровне мы видим Господа своими ушами, слушая о нем. Поэтому это к тому, что необходимо. То есть даже Мадавачария учила своих последователей, что вы можете созерцать это Мурти через процесс Садана, через процесс Шрава на Киртана. Когда Господь Читания увидел это Мурти, это Божество, он был в полном, в полном восторге. Он танцевал, он был очень счастлив, он плакал, его тело было охвачено экстатическими переживаниями. И при первой встрече, когда философы Татваваде увидели Господа Читания, так как он был одет в одежду Майаваде, они его отторгли. Они сделали то, что делает обычный, нормальный, исконовский преданный, когда видит философа Майаваде в Индии. Хотя по ващнарскому этикету человеку правопады пишет, даже с Аняси Майаваде мы должны предлагать свои дандаваты, свои поклоны. И они очень надменно отнеслись к Господу Читанию. Но затем, когда прошло какое-то время, они присмотрелись к тому, как он воспевает, к тем переживаниям, которые испытывает Господь Читанию. Они, в конце концов, просто пришли в изумление и оказали Господу Читанию подобающий прием. Но затем Крештас, Гаврадж, Госвами описывает интересную вещь, что когда Читание Маапрабу увидел, как эти философы Татваваде гордятся собой, тут уже Господь Читании решил проявить свою Ачария Ливу, проявить свою форму Ачарии, Гуру, и немножечко попроповедовать им. И как обычно Господь Читании начинает исправлять ошибки живых существ? С помощью чего? Чакра, дубинка, ну у нас все быстро и конкретно, я понимаю. С помощью улыбки. Он улыбнулся. Если вы заметите, Кришна улыбается Арджуне, когда Арджуна начинает вот это все, типа там в Арнасанскаре они будут сражаться, женщины будут без защиты и все такое. И Кришна улыбается просто. Господь Читании тоже всегда улыбался в философе Майваде, в Бенарисе тоже самое. Господь Читании всегда начинает разговор с улыбки. Это большая тема, я не хочу сейчас рассказать, называется Смита Кришна, улыбка Кришна, чарующая улыбка Кришна. Это очень большая сама по себе прекрасная и красивая тема. Скажу лишь то, что во второй песне Бхагатам описывается, что материальная энергия является аббасой, является отражением улыбки Кришны. Именно поэтому мы так привлекаемся материальной энергией. Потому что улыбка Кришны преломляется через эту энергию. И мы начали свою материальную карьеру с улыбки. Хочу в материальный мир, хочу наслаждаться. Кришна, не хочу с тобой, хочу сам, хочу быть Богом, хочу быть Творцом. Кришна улыбнулся. Хорошо. Да будет так. И теперь для того, чтобы выбраться из материального мира, вернуться в свое изначальное положение, мы должны что сделать? Вызвать улыбку Кришна. То же самое. Опять. Он вначале улыбнется от наших попыток, от наших, от нашей святости, наших всех достижений в предном служении. А потом, в конце концов, он заставит нас плакать долго и нудно. Потому что именно так он выявляет любовь своего предного. И потом, в конце концов, когда он вновь улыбнется искренне, тогда прекратится наше материальное существование. Поэтому вот способность улыбаться в конфликтных ситуациях, провоцирующих ситуациях. Это просто такой уровень Бог в конструктивной исправляющей критике. Я очень редко кто даже из духовных учителей умеет это делать. Когда ученики делают глупости, взять просто улыбнуться, обезоружить, разрядить ситуацию и потом спокойненько два-три словок обыскать для того, чтобы исправить ситуацию. Очень редко кто из духовных учителей это умеет. Обычно гуру напоминает нам в этих ситуациях, что они гуру. И Господь так или иначе, Господь читаний улыбнулся и заговорил с ними. И он смиренно обратился к главному ачаре Татваваде, который был очень сведущ в богооткровенных писаниях. И слушайте вопрос, который задает Господь читаний. Он говорит, Садья Садана Ами Наджани Баламате. Другими словами, Садья Садана Ами Я не знаю, что такое Садана Садья. Баламате означает, я не понимаю, что такое Садана Садья. Я не достаточно хорошо знаю, что это такое. Поэтому, пожалуйста, Садья Садана Шрешта Джанаха Амате. «Расскажи мне, какой высший идеал для человека и как к нему приблизиться?» То есть, что является Садья и как прийти к этой Садье с помощью Саданы. И ачаре Татваваде начинает отвечать. Он говорит, «Лучшее средство достижения Садьи это выполнение представителями четырех каст и четырех ашрам своих обязанностей ради Кришны». С другими словами, самое лучшее Садана это варнашама дарма. Исполняя свои обязанности в варнашама дарме, человек может обрести любое из пяти видов освобождения на Вайкунтхе. И высшее достижение жизни для живого существа является обретение положения на Вайкунтхе. Когда Господь Читание это услышал, Он сказал, на этот раз, мне кажется, он уже не улыбался, прабукахе, шастрыкахе, шравана киртан, кришна према сева палыра, парамасадан. Говорит, «Нет, лучшим средством обретения любовного служения Кришне шастры провозглашают слушание и повторение повествования о Кришне. Слушать трансцендентное святое имя Господа и описание Его облика, качества, окружения и деяний, рассказывать и помнить о них, служить Господу в соответствии со временем, местом и обстоятельствами». О, только по этой фразе можно очень много говорить. Потому что в Шилиправпаде предъявляли очень большие претензии к кастовой брамы на Виндии. Вы не можете предлагать это, не можете предлагать то, не можете предлагать горчицу в Икадыше. Хотя горчица, я не знаю, что это бедное, это у меня уже третий человек спрашивает про можно, про можно есть горчицу в Икадыше. Вот преданным, реально нищим больше заниматься, знаете, вот для них садья и садан это выяснять, можно есть горчицу в Икадыше или нет. И горчица технически относится к семейству капустных. Вот, поэтому я не знаю, что там с этой бедной горчицей в Икадыше. Ну, скажут есть, буду есть, не скажут есть, не буду есть, не проблема. Ну, так или иначе, Шила Прабхупада, я хочу просто сказать, что он адаптировал преданное служение под время, место и обстоятельства. Вот, и поэтому какие-то вещи он убрал, какие-то предписания из Хари Бхакти Виласа. Шила Прабхупада не заморачивался с картошкой, например, или с морковкой, с помидорами, которые технически вайшнавы из Джаганат Мандира вообще не едят, вообще не трогают, потому что это овощи, которые были привезены в Индию португальцами. Даже чили, это не индийский продукт, продукт, который, даже физгармония, это не индийский, на самом деле, если меня знаете, а вы знаете, что даже курта это мусульманская одежда. Вау! Но, так как Шила Прабхупада сказал, что это наша одежда, это наша одежда, мы ее носим. Поэтому, на то он и был Ачари, для того, чтобы сказать, вот это вам подходит, это вам не подходит. Для этого нужно садуну, помните эту статую из Нектара Принности, соблюдать под руководством Ачари, которая определяет для своих учеников, что для вас является благоприятным садуне, а что не является благоприятным в вашей садуне. И дальше Господь Читания говорит, всегда считать себя вечным слугой Кришны, стать его другом и всего себя отдавать Господу, таков путь. Тот, кто непосредственно служит Кришне, применяйте девять методов, уже достиг высшей цели жизни. Таково заключение боготкровенных писаний. И, таким образом, Господь Читания отвергает здесь уровень сатвика Бхакти, потому что практика практиковать Варнашаму Дхарму для удовлетворения Господа Вишну относится, технически относится к тому, что называется сатвика Бхакти. Знаете, что Бхакти можно культивировать или практиковать в трех гунах материальной природы. Можно практиковать Бхакти в гуне невежества, проявляя злобу, проявляя религиозный триумфалист, моя религия лучше всех, проявляя какой-то фундаментализм, когда люди одевают пояса смертников, ходят в какие-то рестораны и просто себя взрывают и других взрывают во имя Аллаха. Это как бы Бхакти в гуне невежества. Бхакти в гуне страсти, раджасика Бхакти, когда человек вроде бы как бы и прославляет Кришну, но в то же время посмотрите на меня, какой я интеллектуал, или посмотрите на меня, какой я ученый, человек самолюбуется, или человек воспевает Кирта, но он не думает о том, чтобы прославить Кришну, он думает о том, что люди обо мне думают, я красиво пою или некрасиво я пою. Или пока меня прославляет, я совершаю предное служение, не прославляет, все бросаю, это предное служение, это в гуне страсти. И предное служение в гуне благости, это когда мы практикуем Бхакти, для чего? Для того, чтобы очиститься от кармы, и для того, чтобы духовно прогрессировать. Это предное служение в гуне благости. И вот эта вот концепция, которая была у философов Татва Вадя, она соответствует концепции гуны благости. Мы практикуем Варна Ашему для того, чтобы удовлетворить Господа Вишну и попасть на Вайкунтху и достичь освобождения на Вайкунтхе. И Господь Читания тогда есть еще Шуда Бхакти, есть чистое предное служение, которое описывает Капиладе в третьей песне Бхагатан. Он перечисляет девять процессов Бхакти, но с определенной мотивацией. Он говорит, чистое предное служение проявляется в том, что в уме предного развивается постоянная тяга к слушанию звуков трансцендентного имени Верховной Личности Бога и описанию его качеств. Подобно тому, как воды Ганги сами текут к океану, экстаз чистого предного непрерывным потоком течет прямо к Верховному Господу, сметая на своем пути все материальные препятствия. И тут приводится этот пример с водой Ганги. Вот часто в писаниях ум преданного сравнивается с водой Ганги. Почему не с водой озера? Хотя эта аналогия в том числе приводится иногда. Потому что озеро, вода в озере, если это маленькое озерцо, потихонечку тоже покрывается тиной, покрывается разными вещами, и вода тоже может испортиться. Но Ганга это проточная река. Вода в Ганге никогда не портится. И поэтому ум преданного подобен Ганге, почему? Потому что он очень подвижный. Он очень подвижный. И он все время направлен на лотосные стопы Господа Кришны. И дальше Господь читания завершает свою отповедь этому Ачарьи Татваваде. Он говорит, что преданные на самом деле отвергают все виды освобождения, в том числе освобождения на Вайконтхе. Настоящий преданный над Ганам, над Джанам, на Сундарим, кавитам, ваджагадиша, камая. Его не волнует его следующее рождение. Над Ганам я не хочу богатств, над Джанам я не хочу последователей, на Сундарим я не хочу прекрасных женщин, кавитам, я не хочу даже быть великим ученым. Кавитам, ваджагадиша, камая, о Джагадиш, у меня нет этой всей камы, нету этих материальных желаний. Вама Джанмани, Джанмани Шварей, зарождение в рождение, куда бы ты меня ни послал, я просто хочу оставаться твоим вечным слугой. И вот в таком настроении предный практикует свое бхакти. Безвозмездное чистое предное служение, не мотивированное даже желанием освобождения. И самое интересное, что когда этот Ачария Татвавади услышал, этот ответ, знаете, что он сказал? Он говорит, все, что ты описал, это истина, это правда. Проблема заключается лишь в том, что мы следуем всему тому, что Мадавачари установил для нашей общины в качестве официальной доктрины. То есть мы практикуем не духовную жизнь, а религиозную жизнь. Это наша официальная доктрина, и мы не задаемся вопросами, как кто говорил, Жванецкий, по-моему, говорил, что любая способность к размышлениям, вернее, любая попытка размышлять, в наше время у людей вызывает боль в голове. Поэтому люди вместо того, чтобы думать, очень быстро начинают осуждать. И проблема этих философов в Майаваде заключалась в том, что они просто следовали официальной доктрине. Вот пример бездумной садыны. Вот, например, почему мы сидим, преданные черновцов знают об этом, почему мы сидим на подушках во время лекции? Вот простой вопрос. Давайте проверим, насколько мы следуем официальной доктрине бездумно. А почему мы сидим на подушках во время лекции? Удобно, конечно. Удобно в том числе, да. чтобы не осквернять. Не оскорблять. Ну, тогда нам надо все время ходить по храму, подставляя подушки под стопы. Правила такие. Так, а почему такие правила? Вот это вот пример доктрины. Вот я хочу, чтобы вы понимали, почему в нашем движении есть те или иные какие-то доктринальные предписания. В чем смысл этого правила? Позвоночник выравнивается. Мы сидим на подушке. Почему пуджари стоят на циновку, на подушку во время арати? Они таким образом оказывают почтение процессу, который они совершают, и Верховному Господу, которому они поклоняются во время поклонения. Когда мы слушаем Кришна Катху, мы получаем божество трансценентного знания из уст говорящего, оно переходит в наше сердце. В этот момент мы своим интеллектом поклоняемся Верховному Господу. Манус Амхит это описывается более эзотерическим языком. Я намеренно не рассказываю именно это эзотерическое объяснение, как божество Дивья Гяны, Дивья Сарасвати проявляется через говорящего Брамана или говорящего Жреца к слушателям, к его слушателям. В нашем случае Матер Дарани Кришна Катха переходит от одного предного к другому, и поэтому в этот момент мы совершаем Арати, мы совершаем Пуджу своим разумом, если мы внимательно слушаем, поэтому мы сидим на подстилке, чтобы оказать почтение этой Кришна Катхе. Это объяснение, которое дают наши Ачарья. И я уверен, если я задам вопрос, почему мы наносим тилок каждое утро, почему мы приходим на Мангларати, почему мы предлагаем Пушпу, мы услышим множество эзотерических ответов, типа, чтобы спина была ровная, чтобы ноздря вдыхала, или там еще что-нибудь такое. Мы очень много элементов своей Садданы выполняем на уровне доктрины, на религиозном уровне, не на духовном уровне. Поэтому Саддья Таттва Вибрама, вот это та самая нартва, которую описывает Бхактино Такур. Предные, мы должны спрашивать, вот для этого нам нужны наставники, не для того, чтобы с ними разбираться, слушайте, а что у меня так вот прямо так жестко как-то? Что вы мне не звоните каждый день или еще что-нибудь такое? Нам не для этого нужны наставники, нам нужны наставники, чтобы они «Рабу, а в чем значение вот этой шлоки, а в чем значение вот этого слова, а в чем значение вот этого действия? А как нужно это делать, а как нужно это повторять? Вот для этого нам нужны духовные наставники, чтобы они помогали нам углублять свое понимание Садданы и понимание своей садьи. И дальше читание Маапрабу, он говорит, в ответ уже на это, что мы следуем, извините, но мы следуем доктрине. Читание Маапрабу говорит, «Тех, кто стремится наслаждаться плодами своего труда, а также философов, теоретиков, относят к непредным. В вашей же сампродае присутствуют обе эти концепции. Единственное достоинство, которое я вижу в вашей сампродае, заключается в том, что вы признаете истинность образа Господа. И мы знаем, что Господь Читание позаимствовал в Мадово-Сампродае два элемента – отвержение философии Майавады и Арчину, поклонение божеству. А так он держался подальше от Мадово-Сампродае. Хотя технически мы относимся к Мадово-Сампродае, он себя абстрагировал от нее. Почему? По тем причинам, которые мы только что читали. Есть еще какие-то… И в конце последняя шлока, чтобы уже поставить точку. Господь Читание говорит, Прабу Кахи Шастра Кахи Шравана Киртан, Кришна Пряма Сева Палера Парама Саддана. Говорит, лучшим средством обретения любовного служения ищи Кришны, шастры провозглашают слушание и повторение повествования Кришны. Это является Парама Саддана. Или это называется еще Саддана Шрешта. Самый лучший вид Шрады. Вернее, Саддана. Есть время на еще одну шлоку. По моим часам, по крайней мере, я должна закончить. Еще маленькая одна деталь. Последняя деталь. В конце Брама Самхиты, по-моему, вот в этом месте, Кришна пожимает руку Господу Браме. Вот оттуда пошел этот ритуал, пожимать руки друг к другу. И он произносит, вот после всех этих стихов, которые мы знаем из серии Говинда Мадипурушам Тамахам Баджами, в самом конце Брама Самхиты, Шри Кришна говорит Господу Браме, он говорит, Дармам Аня Паритя Джа Мама Экам Баджам Вишва Сам. Отвергни все остальные виды Дарм, Дармам Аня Паритя Джа Мама Экам Баджам Вишва Сам. С Вишва Са, с большой убежденностью, Экам, поклоняйся и служи только мне. И дальше он говорит потрясающую вещь. Он говорит, Ядриши, Ядриши Шада, Сидир Баватит Адриши. Говорит, Твоя степень, твоя реализация будет соответствовать степени твоих усилий. И Бахтисаданта сразу тебе перефразировал этот стих. Он говорит, Ядриши, Баванаяся, Сидир Баватит Адриши. Конечное совершенство будет соответствовать настроению, в котором пребывал Садака во время своей практики. Поэтому очень важно не просто формально, ритуалистично следовать своей Садане. Очень важно делать это в подобающем настроении осознанности, стремлении, рвении и ставить перед собой задачу с помощью своей Саданы, культивировать те девять процессов, девять аспектов Бавы, которые были нами сегодня перечислены. Тогда это будет истинная Садана. И эта Садана будет давать действительно свои плоды. И мы не будем просто религиозными людьми, и мы будем действительно духовными людьми. К сожалению, время подошло к концу. Если преданным нужно идти, вы, пожалуйста, идите. Если у кого-то есть какие-то вопросы, я постараюсь ответить. Я надеюсь... Здесь есть... Можем это сделать? Кто-то придет сюда еще давать лекцию? Нет? Можем остаться? В общем, кто хочет остаться? Буквально несколько минут. Если у вас есть вопросы именно по теме, разберем. Да, пробовал. Смотря зачем. Если вы следите за своим телом, потому что тело — это дар, который дан вам Верховным Господом, с помощью которого вы достигаете духовного совершенства. И у вас именно это настроение, в результате которого вы относитесь правильным образом к своему телу, тогда да. Тогда нет никаких проблем. Однако, если вы следуете Айреведе просто для того, чтобы иметь здоровое тело, в котором вы будете хорошенько наслаждаться, тогда... Тоже неплохо, конечно же. Но это не цель нашей садыны. Да, пробовал. Пробуй сзади. Да. Это комбинация двух вещей. Бхакта Паришрама и Бхагаван Крипа. Бхакта Паришрама означает усилий, которые предлагает Бхакта и милости Кришны. Если будут только одни усилия — вспомнить Кришну. Вы можете тужиться-тужиться, если Кришна не захочет вспомниться вам. Он вам не вспомнится. С другой стороны, иногда даже был случай у последователей Раманоджа Ачарии. По-моему, Раманоджа послал Куреша к божеству Варадараджа. Потому что у Раманоджа была большая проблема, был большой страх. А что будет? Я тут Ачария, я тут гуру, огромного количества людей. А что будет, если я сам не смогу вспомнить о Варадараджа в момент смерти? Что со мной тогда будет? И он отправил Куреша, потому что Куреш был таким уникальным учеником, который напрямую разговаривал с божеством. И каждый раз, когда Раманоджа хотел что-то передать или узнать от Кришны, он отправлял Курешу. И Куреш приходил, кланялся, медитировал, возносил молитвы и такой интернет срабатывал, вай-фай просто. Получал информацию, приходил, доносил ее до Раманоджа Ачарии. И он сказал, Куреш, отправься, пожалуйста, к Варадараджу и задай ему вопрос, что будет с Вайшнавом, если он все-таки не сможет вспомнить о Господе своего сердца в момент смерти. И Варадарадж ответил через Курешу, если мой чистый предный по тем или иным причинам не сможет вспомнить обо мне в момент смерти. Вас когда-то одолевало сомнение, почему некоторые наши духовные учителя оставили свои тела в коме, в состоянии кома. Наверняка какие-то сомнения, дурные мысли проходили через нашу голову, что а что такое, ведь это неблагоприятная смерть. И вот Романоджа именно именно об этом спрашивает, что будет с предным, если вдруг он умирает во сне. Смерть гуни невежества или в результате кома, это тоже смерть гуни невежества. Что тогда будет? Или просто не сможет вспомнить о нем? Просто не сможет вспомнить? И тогда Варадарадж сказал, если мой предный не сможет вспомнить обо мне в момент смерти, я о нем вспомню в момент смерти. Это означает милость Бхагавана. Но должны быть обе эти вещи, оба элемента. Бхакта, Паришама и Бхагавангрипа. Тогда это срабатывает. Поэтому не нужно думать, что Прабхупада нас предупреждает об этом. Кто там получил ученую степень из Роллинг Стоунс? Он был хроническим студентом. После второго курса бросил университет и основал группу Роллинг Стоунс. Я не помню, как его звали. Мик Джаггер. И потом, когда он стал знаменитым, его пригласили обратно в университет. Ему вручили диплом торжественно. И Прабхупада говорил, слушайте предный, вы не надейтесь, что то же самое случится с вами. Что вы всю жизнь будете шалтай-балтай заниматься. И потом вам Кришна в момент смерти вручит вам диплом за красивые глаза. Нет, это была милость, это крипа, это единица, этому нельзя подражать. Поэтому, с одной стороны, мы будем говорить об этом послезавтра. Что такое садана? Садана, с помощью саданы мы показываем Кришне, что мы хотим его милость. Если мы действительно ему показываем, и действительно, как Бартиданто говорит, мы льстим ему, но льстим в хорошем смысле. Вот не в этом смысле, который есть в материальном мире, знаете, вот в этом отвратительном, противном, в противной этой материи. А вот именно в хорошем, в правильном смысле этого слова. Подлизываемся в правильном смысле этого слова. То, как Шварам Мараш говорит, что Кришна может дать милость, а может и не дать, потому что он сварат. Но если преданно искренне, то, как правило, Кришна дает свою милость. Вот так. Да, правда. Бакулайш, Паба, объясните значение слова ретроградное. Вы врач, профессионал. Не имею 100 рублей, имею 100 друзей. Да, пробуем. О, не, я не буду вам об этом рассказывать. Да, мы тоже. Нужно Буташутхи совершать перед Арате, перед Пуджой и совершать ее серьезно. Вы знаете, что такое Буташутхи? Здрасте. Вы в каком храме, из какого города? Вы дома служите, Бористо. Вам нужно обязательно пообщаться с кем-нибудь из хороших, знающих Пуджарьев, которые объяснят вам, что прежде чем совершать Пуджу на уровне Драви, своими материальными чувствами, необходимо вначале одухотворить свой ум. И это делается с помощью процесса Буташутхи. Для этого произносятся определенные молитвы, делается Ачаман, иногда делается Ньяса, делается чуть-чуть Пранаямы, для того, чтобы разодействовать свой ум с материальным и физическим телом, настроиться правильным образом, настроиться на, вернее, прийти, углубить свое настроение, что я Гопи Бартур Падакамла Юрдаса, Анудаса, Анудаса. Я слуга, слуги, слуги Верховного Господа. И тогда вот в этом настроении, когда наше физическое тело будет чистым, наше тонкое тело будет чистым, и наше духовное тело будет настроено на волну безвозмездного служения, вот в этом настроении, когда мы совершаем Арчину, это является настоящей Арчиной, Арчина, которая очищает. Поэтому это процесс, процесс, которым нужно научиться следовать правильно. Божество — это не просто куклочки, это достаточно серьезный вид преданного служения. И даже если это домашние божества, и вы будете следовать очень простому домашнему стандарту, тем не менее, вам нужно изучать разносторонне, как бы изучить этот процесс поклонения для того, чтобы хотя бы по минимуму, но следовать всем предварительным стадиям очищения своего сознания, прежде чем совершать пуджу, и тогда вы будете делать это в должном настроении, и ваш ум будет устойчив в этот момент. Это очень краткий ответ, потому что мало времени. Так, мой вам совет. Просто найдите хорошего пуджари, который поклоняется божествам в храме, и спросите, научите меня буташутхи, они вам расскажут что-то такое. Как понять, что началась стадия анарт-аневрития? Вы серьезно? Вы начали свою стадию анарт-аневрития в тот самый день, в первый день, когда пришли в храм, и послушались преданных и сняли свою обувь перед тем, как войти в алтарную. Вот в этот момент вы уже начали свой процесс анарт-аневрития. Вы начали делать правильные вещи. И по мере того, как мы учимся и получаем знания от преданных, что такое анарт-анарта? Анарт-ан означает ложная концепция, ложное представление, невежество. По мере того, как мы получаем духовное знание от преданных, относительно того, что мы должны делать в преданном служении, чего мы не должны делать в преданном служении, и по мере того, как мы учимся этому, мы учимся не гневаться, Мы учимся не вожделеть, мы учимся не завидовать, мы учимся проявлять смирение и терпение, мы учимся пунктуальности, мы учимся чистоте, мы учимся качеством ученика. По мере того, как мы обретаем все эти навыки, по мере этого происходит процесс анартонегрития. И вы уже в своем случае, и вы обязаны наблюдать изо дня в день, над какими качествами, вот, предный, если я вас спрошу, вот вы сегодня над какими своими качествами работали, как садаки? Внимательность, смирение, терпение, пунктуальность, решимость. И вот вы реально с утра встали именно с этой задачей, да? Или вы были вынуждены это сделать? Ну, вы были вынуждены это сделать. Вот на то, именно поэтому мы получаем одно из благ саду санги в том, что саду предные, кстати говоря, Шилабактсидантос Расти называл общество предных, он называл садака самадж, общество садаков. Именно в этом, как слово адвентач перевести, в этом преимущество общества преданных, что они нас побуждают к тому, чтобы делать правильные вещи. Но быть садакой означает, что ты осознанно культивируешь определенные качества. Поэтому, если вы не ставите перед собой задач, мы проживаем один день, второй день, одну неделю, вторую неделю, один месяц, второй месяц, один год, третий год, и жизнь проходит. Поэтому мы должны увидеть, в первую очередь, у каждого из нас есть несколько очень сильных анард. Это может быть гнев, или тенденция завидовать, или тенденция вожделеть. И в первую очередь мы должны работать над теми вещами, которые сильнее всего мешают нашей практике преданного служения сейчас. И по мере того, как мы учимся избавляться от этих самых ярких каких-то анард, которые есть в нашем сердце, потихонечку мы начинаем работать уже над другими какими-то анардхами. Именно в этом смысл этой гундича марджана лилы, которую показал господь Читания в Джаганадхапуре, вначале была вычищена вся грубая грязь, потом потихонечку, второй раз они вычислили храм, и они вычислили всю мелкую грязь из мелких каких-то трещин и отверстий в камне, в стенах этого храма гундича. Поэтому анард и неврити тоже не механический процесс, это процесс, в котором мы должны прилагать усилия, осознанные усилия, полагаясь на милость Кришны и на милость Гуру, несомненно, но тем не менее они требуют осознанных усилий и осознанных ежедневных усилий. Поэтому по мере того, как мы видим, что я не сильно добился успеха, но все-таки есть какие-то вещи, которые я наблюдаю. Я однозначно понимаю, что это милость Кришна, потому что даже сильно не прилагал усилий каких-то. Но я вижу, например, ситуации, в которых я, например, три года тому назад бы отреагировал очень бурно, потому что по своему темпераменту очень термоядерный человек. Я знаю, вот три года назад я бы очень бурно бы сейчас, скорее всего, отреагировал бы на эту провокационную ситуацию. Сейчас, попадая в ту же самую ситуацию, вижу, что как-то с юмором, как-то спокойнее, как-то просто не принимаешь так близко к сердцу, и это проходит. И когда это видишь, то это на самом деле придает сил, потому что твои усилия и процесс, похоже, что работают. Поэтому быть садакой означает работать над своими анардхами и видеть, как изо дня, день, из месяца в месяц, из года в год происходят определенные процессы. Это наука, для этого нам нужен духовный учитель, для этого нам нужны наставники, которые нас этому учат. Есть у кого-то жгучий очень какой-то вопрос. Если я не отвечаю... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok